Добрый вечер, добрый. Приветствую. О чём поболтаем? Что-что? О чём поболтаем? Ну, о чём вы здесь общаетесь? Обычно я спрашиваю у россиян, нахуй, они выключают в Украине свет. И слушаю ответы. Так здесь же очень очевидно, почему они это делают. Почему? Ну, потому что имперские амбиции не дают покоя спать. Им кажется, что они правители мира сего, хотя на самом деле являются недоразвитыми мира сего. А вы, я так подозреваю, не гражданин России, потому что с таким мнением в России не очень-то и много людей. Не очень-то нет, я не из России, вы правильно заметили. Хотя, насколько я заметил, что если я представляюсь русским человеком, ну, из России, то большая часть россиян сразу говорит о том, что то, что творит Путин, полная хуйня, что всё хуйня с экономикой. Но как только я говорю, что я всё-таки из Украины, так, бля, а ты шо, у нас всё заебет? Вы хохлы без света? Да, и потом у меня спрашивают, а почему у тебя есть свет? Типа, ты шо, сошелся? Я такой, да нет, типа, электрики включили через два дня. Ну, в чём проблема? Не, ну, во-первых, в Украине... Я нахожусь в Соединённых Штатах Америки, сразу скажу. У нас здесь то, что показывают, то, что делают коммунальщики в Украине, но это действительно герой. Потому что, помимо того, что они работают, ну, практически не переставая, да, то та система, с которой они работают, например, вот у нас в Америке, да, то, что нас у коммунальщиков говорят, мы бы быстрее могли восстанавливать. Но так как в Украине есть очень много того, что осталось ещё от Советского Союза, например, да, и в тех условиях, в которых они работают, и на том оборудовании, которое они делают, они говорят, вот это вот то, что вызывает восхищение. Поэтому все Соединённые Штаты Америки просто восхищаются, как украинцей, украинской нацией, так украинскими людьми, так и всем тем, что сейчас происходит в Украине. Естественно, очень сопереживают украинскому нару. В сегодняшний случай я сам нахожусь в городе Днепр. Днепр, да, я вижу. Да, я вижу. И сегодня я как раз поехал в то село, как раз куда... Ну, у меня там родственники живут, как раз давно не виделись. Приехал, прилетел туда, снаряджишь, там несколько человек убило. Да, я видел, да. Это, конечно... Ну, типа, на самом деле для меня, я перелёты уже видел неоднократно, это не такая прям редкость, к сожалению, для украинцев, тем более для детей. Вот, ну, то, как работают наши службы, честно, ну, я как гражданин Украины, и я наблюдал за тем, как работает, работали они, ну, хреновенько. Но то, что происходит во время войны, был прилет, 13 минут ожидали, получать скорую помощь, за 4 минуты приехал пожарный. Ну, и первую помощь оказал, 4 минуты. А это в жопе мира, по сути, находится где-то. А вот такой вопрос к вам. Потому что я знаю, что, Россия, я хочу сразу сказать, что я небольшой блогер. Я здесь общаюсь преимущественно с Россией, но вот в последнее время я общаюсь и с Украиной тоже, и мои зрители просят, чтобы я общался с украинцами. Вот. Вот у меня такой вопрос к вам есть. Вот Россия пытается вот этими целями, то, что она запускает ракеты по гражданскому населению, она понимает, что она выиграть войну на поле боя не может, поэтому единственное, что у нее остается делать, это каким-то образом бороться с гражданским населением. Я знаю, что вот есть статистические таблицы и данные о том, что большинство украинцев все равно говорят, что мы все равно не сдадимся и будем продолжать. Вот как вам кажется, как вы видите в своем окружении, да, вот тем, что Россия запускает эти ракеты, она может добиться того, чего она хочет? Она же хочет сделать как? Как? Чтобы люди в Украине сказали к своему правительству, хватит, мы устали, давайте говорить, давайте будем договориться с Россией, ну и так дальше. Как вам кажется? Как люди смотрят на это? Ну, исходя из моего окружения и понимания обстановки в своем личном городе, могу сказать, что граждане Украины готовы год, два, три, десять сидеть без света, газа, тепла, что угодно терпеть, лишь бы не по двухроссийским флагам, что угодно, любые. Мы просто... У нас есть понимание, что в этом виновны не коммунальщики или украинская власть. Мы видели, что происходило в других городах, мы общаемся с людьми из оккупированных городов, и мы понимаем, что то, что я вот сейчас сижу дома, это невероятная заслуга наших вооруженных сил. И что если мы не будем помогать им и всячески поддерживать, то мы будем жить так, что пережили люди. Это страшные вещи. И такое может происходить, могло бы быть на территории всей Украины. И мы готовы поддерживать свою армию и свою власть столько, сколько это потребуется. То есть я, когда отключаю свет, единственное желание, которое у меня появляется, и первым делом, что я делаю, я доначу или на ЗСУ, или на гуманитарную помощь для покупки трансформаторов, или для еще чего-то. То есть как только отключать свет, я просто иду, трачу деньги на помощь армии. И все. Это... Другого варианта просто у нас нет. Мы не хотим быть с Россией, мы не хотим быть ни марионеткой, ни под флагом России, ни под оккупацией России. И не хотим даже идти на уступки России. Сегодня был просто диалог с моим отцом, и как раз мы общались за Донбасс, за Крым. И для украинцев это просто принципиально уже вопрос возвращения своих территорий. Почему в развитых странах, какими считает себя Россия, Украина, Европа в частности, почему какая-то страна может просто захватить чужую часть территории? И это уже принципиальный для украинцев вопрос. Поэтому электричество, свет. Вот я тоже сидел три дня без воды. Ну ничего страшного. Взял, набрал технической воды. Все хорошо, живем. Ну такие, да, условия. Да, сложно учиться. Я в вузе учусь, в двух вузах сразу. Да, сложно учиться, потому что сложно выполнять задания, когда нет света, и никто не в безопасности. Ну такие условия на данный момент. Но чтобы мы в будущем так не жили, сейчас нужно это терпеть. И помогать армии, доверять ей. У нас уже просто нет смысла не доверять нашей армии. Мы видели, как она действует. И ей просто все благодарны. Ну я в том числе. Это вот такое сжатое мнение, грубо говоря, обо всем. Понятно. Вот такой еще вопрос к вам у меня, если можно. Люди в России сегодня, да, они действительно вот в большинстве своем, несмотря на то, что мне многие говорят, это не большинство, нас тоже много, мы тоже поддерживаем Украину. Но вот как я вижу с моих наблюдений, да, то есть большинство сегодня населения России, им незнакомо чувство сострадания. Они не понимают, что сегодня переживают жители Украины, да. И если вот спрашивать их, вот как вы видите дальнейшую ситуацию, то большинство из них говорит, до конца нужно, если надо, значит, и инфраструктуру, если надо вообще чуть ли не стирать города с лица земли, да. То есть вот в таком аспекте у них сегодня построена их риторика. Как вам кажется, вот когда все это дело закончится, да, многие россияне говорят, вот есть какая-то часть, значит, в России людей, которая согласна будет договариваться там с Украиной о чем-то или как-то. Как вам кажется, что должны сказать украинцы россиянам, да, в конце всего этого? И что должны выполнить россияне? И как должно произойти что-то, что во всяком случае перестанет быть стрельба, убийство, ракеты и так дальше? Все, по большому счету, в руках России. Все, что требует Украина, огласил президент Украины, это вывод войск России с территории независимого государства Украина, выплата репараций со стороны России. Мы сейчас уже не говорим даже за Донбасс, за геноцид, не геноцид, за все эти восемь лет, что там была активность, военная деятельность, поддерживаемая Россией. Мы за это не говорим. Репарации хотя бы с 24 февраля, восстановление экономики Украины и хоть какие-то гарантии того, что этого больше не повторится. Это можно выразить или в ограничении возможностей армии России, как было по Версальскому миру с Германией, чтобы у них там образно был ограниченный флот или флот не может находиться в Черном море. Ну, я сейчас просто как пример. То есть просто какая-то гранция, что Россия просто не нападет на Украину снова. И возвращение всех территорий Украины. И выплата пострадавшей экономики Украины, людям пострадавшим от войны. Это все, что мы требуем. От россиян конкретно, от людей, мы ничего не требуем. Нам как было на них все равно, так и остается все равно. Единственное, чего украинцы, наверное, хотят, но я во всяком случае хочу, я хочу, чтобы мир был заключен таким образом, чтобы для Украины это был не унизительный мир. Ну, то есть мы вас тут потрепали, но мы вам ничего не должны. Вот ваша территория, но вы вот в разрухе остаетесь. Нет, они должны за это заплатить. Но чтобы в России не появились реваншистские идеи, как появились в Германии, это самое главное. Потому что с реваншизмом бороться очень сложно, и ни у кого нет особого желания. Это все. Украинцам на россиян всегда было насрать. И в данный момент тоже. Нам как бы все равно, что они там думают, что они там хотят. Единственный момент, это был, по-моему, первые две недели войны. Может быть, увидели в СМИ, что украинцы взывали к россиянам, типа, ребят, все в ваших руках. Выходите, останавливайте. Пока не поздно. Потому что потом все будет очень плохо. И потом нам будет сложнее с вами общаться, если мы вообще захотим с вами общаться. Нас, россияне, кто-то услышал, кто-то нет. Во всяком случае, все происходит так, как есть. И от россиян мы требуем возвращения территорий, вывод войск с этих территорий, репарации и гарантия, что это просто не повторится. А осуждение режима и запрет подобных режимов в России, отказ от ядерного оружия, полное разоружение и возможность народам решать свое право на какое-то определение. Будет играть какую-то роль? Оно-то роль сыграет, но, честно говоря, я даже основываясь на своих знаниях истории политики, притом в политике я не особо хороший, но это сделать крайне сложно. Принудить Россию к денуклеаризации это будет достаточно сложно. Но, с другой стороны, это как бы необходимо. Разоружить Россию тоже очень сложно. Ну, то есть это такие... Смотрите, я понял, что вы хотите сказать. Но, смотрите, раньше говорили, что очень сложно и воевать будет с Россией. Раньше говорили, что очень сложно будет удерживать украинские территории. Раньше говорили, что Украина падет за 3, условно говоря, 4 дня. Причем об этом говорили не только россияне, об этом говорили все в мире, включая Соединенные Штаты Америки. А смотрите, как оно получилось. То, что все говорили те, которые считают тебя довольно эрудированными, умными, знающими историю, как вы говорите, да. И, тем не менее, все они, эти люди, ошиблись в какой-то период времени. Поэтому нельзя ничего не допускать, например, да. И в то же самое время, я считаю, что нужно про это говорить. Знаете, как? Нужно сначала дать им возможность принять то, что это возможно. Да, можно говорить, что это сложно, это тяжело. Может быть, будет ли такое. Но говорить, я считаю, об этом необходимо. У меня такой еще к вам вопрос. Вы молодой парень, но довольно, скажем так, интересующийся политикой. Скажите, в какой момент вы стали интересоваться политикой? Почему я спрашиваю этот вопрос? Я очень много общаюсь с молодежью из России. Немного российской молодежи, которые действительно могут четко, ясно выражать свои мысли. Вот как это у вас? Получается или получилось? Тут просто достаточно банально. Я просто в девятом классе мне начала нравиться история. И я ее начал изучать. А история – это, по сути, одна из частей политики, одна из подтемп политики. Нельзя строить политику, не основываясь на исторических факторах. И так пошло. Я начал изучать историю. Сейчас поступил в педагогический вуз на исторические факультеты, на ИСТФАК. И так получилось, что еще и война. И как бы я могу понять россиян, потому что, во-первых, часть россиян не хочет себя отождествлять с войной, потому что они говорят, это не я начал, это не я, тут я ни при чем, это вот власть, к ним все вопросы. А вторая часть, и поэтому много россиян достаточно пытаются показаться политичными. В Украине все народ, мы должны следить за обстановкой в мире, потому что мы достаточно сильно зависим и от поддержки западной, и от высказываний других стран, политиков. Мы должны это анализировать, понимать, что происходит. И, может быть, для россиян это будет откровением, но не то, что решением, не со всеми политическими действиями страны украинства. Допустим, когда был министр иностранных дел, не министр иностранных, а посол Украины в Германии, бывший, мне его высказывания очень резкие в сторону России. Ну, я понимаю, война, но против Илона Маска, когда он его недипломатично просто послал. Ну, для меня это неподобающе. Я считаю свою страну цивилизованной, мои политики не должны так отзываться у ком-то либо, даже там у России. Все-таки это дипломатический язык. Мы должны показывать то, что, как говорится, холодный ум и разум. Ну, то есть, не совсем согласен. У россиян такая возможность есть. Война их не касается прямым образом. У них ракеты не летают. И, в принципе, может быть, все равно, ну, гречка подорожала, образно говоря. Ну, что теперь? Не лезь же в новости и для изучения всех политических процессов в мире, что делает его страна, что не так в мире. Ну, то есть, им может быть все равно, потому что их это не касается. Меня, в частности, меня и, в общем, украинцев. Это касается напрямую. Мы должны, обязаны, в принципе, следить за политической ситуацией в мире, поскольку политика сейчас очень важный аспект для победы. Вот. Поэтому так и сложилось. Ну, у меня еще плюс история. А в большинстве случаев, потому что началась война, ну, и, в принципе, Украину я считаю более гражданским обществом, нежели Россию, поэтому здесь больше людей после Майдана особенно начали интересоваться самосознанием, самосознание, а не царь в голове. Большая боязнь за то, что может повториться Майдан, и нежелание повторения Майдана, чтобы не было снова таких внутриполитических проблем. Чтобы этого избежать, нужно понимать, что происходит в твоей стране. Чтобы это понимать, нужно разбираться в политике или там историю. Поэтому многие именно после Майдана начали больше интересоваться политикой. Понял. Такой вопрос к вам. Вы живете город Мисса Днепро, да? Вы спелкуетесь украинскую мову? Чи для вас российская мова это первая мова? Ну, да, русский язык для меня первый язык, безусловно, потому что мне сейчас 17 лет, и как бы я родился до всего этого, что происходит сейчас, до агрессии на Донбассе, до оккупации Крыма, и вопроса языкового в принципе особо-то и не было. У меня семья русскоязычная, и поэтому, ну, да, я общался всю жизнь на русском, украинский был в школе, но у меня была русскоязычная школа до 2016, наверное, года, у меня все предметы были на русском языке, потом начали на украинский переход. И я, да, я бы хотел, не скрою, я бы хотел перейти на украинский, но это достаточно сложно, особенно с тем учетом, что окружение на русском говорит. А у вас предметы сейчас все на украинском, правильно, языке? Все по-украински? Честно, я уже выпустился со школы, но у меня, кстати, сейчас, если я еще учебники дали метал, я многим россиянам показываю, вот у меня есть учебник за 11 класс, я в этом году выпустился, русский язык у меня есть и литература. Так касательно того, что мне просто сейчас заявляют, что за русский язык убивают, все такое, я его изучал во время войны, началась война 24-го, и вот школа просто перестала работать. До того момента я изучал русский язык и русскую литературу, русскую, ну не то, что культуру, но культура просто с литературой плотно связана. То есть, по сути, я изучал Россию в культурном плане, да, и язык, и литературу. Но самое интересное, знаете, что получается, вот были украинцы, скажем так, да, еще до того, как все это случилось, они предупреждали, они говорили, что вот язык это все-таки оружие тоже, что русский язык это такая вещь, которая может в будущем привести к чему-то не очень хорошему. И ведь они оказались правы. Да, почему? Потому что, если бы украинское общество все было консолидировано вместе, и они представили все один язык, то есть, да, может быть русский язык, английский язык, французский и так дальше, как в разных остальных странах развитых, да, но вот эта основа языковая, которая объединяет все общество, оно тоже является и явилось, в принципе, по сути, оружием, и Россия использовала русский язык для того, чтобы насаждать свой так называемый русский мир. Если бы... Да, я не спорю. Я считаю, что, извините, что перебег. Я считаю, ну, мое мнение, по крайней мере, я считаю, что переход полностью украинцев на украинский язык по всем регионам должен был осуществиться в 91-м году после выхода из состава Советского Союза на почве того, что мы теперь разные страны, у нас разные языки, мы понимаем, что раньше мы были одной страной, но вот так сложилось, все, союз развалился, мы отдельная страна, будьте добры, давайте изучать украинский язык, там будут, образно, меньше налоги, если у вас вывеска в магазине, там на украинском будет, какие-то плюшки, для, ну, как-то подбадривать население, изучать украинский язык. В Советском Союзе, я знаю, что вот, я слышал такую версию, я ее не проверял, скажу сразу, но я слышал такую версию, что в Советском Союзе учителям, например, русского языка платили на 25% больше зарплаты, чем учителям украинского языка. Не знаю, насколько это правда. Исходя просто из рассказов моих родственников и знаний из истории, украинский язык, как и многие языки в Советском Союзе, которые были не русскими, ну, то есть, как бы Россия же была, главенствующую роль играла, то остальные языки считались для людей, ну, во всяком случае, проукраинский могу только сказать, это язык селян, необразованных, как они... Но это насаживало специально, да-да-да, это дело осознанно, специально именно для того, чтобы говорить, что вот русский язык, он обедняет... Ну, смотрите, какая интересная вещь получается. Когда человек находится вот за границей, там, где я живу, да, мы можем говорить на разных языках, английский, украинский, русский, французский, на любых языках и между собой, но тем не менее, мы живем в стране англоязычной, мы знаем, что здесь нужно знать английский язык для того, чтобы иметь вот это, вот это, вот это и вот это, да. А в Украине сегодня совершенно другая история. Если бы Россия не вела себя агрессивно по отношению к Украине, тогда языковой проблемы вообще не было бы. И она не может просто быть в априори, потому что украинцы сами по себе народ очень дружный, добрый, добродушный, да, и так дальше. И нету в этом народе никакого хейта, никакой ненависти к какому-то определенному языку. Есть хейт к оккупации, к оккупантам, и так как эти оккупанты говорят именно на этом языке, а язык, как мы с вами уже знаем, является оружием, именно поэтому они говорят про это. А не потому, что они говорят, что нужно украинский язык убрать. Ведь здесь же идет подмена понятий, вот со стороны россиян, и когда с ними общаюсь, они говорят там про русский язык, вот в Украине ущемляют русский язык. Нет, они не ущемляют русский язык. Они борются любыми способами с оккупацией и с насаждением так называемого русского мира. Любыми способами. Почему? Потому что на кону стоит вся государственность, на кону стоит страна Украина и национальные интересы этой страны, и также приоритеты самой нации, как страны, которую Россия хочет уничтожить, как мы знаем. Поэтому язык сегодня очень важен. Поэтому я призываю всех в Украине спілкуватися украинской мовы, но вы можете спілкуватися российской мовы, английской мовы. Да, если вы находитесь за границей. Вы можете спілкуватися. Как вам лучше, то и спілкуйтесь. Проблема лише в России и все. И в оккупации. И в оккупации. И коллаборации. Коллаборационизм это отдельная проблема, да. Это есть. К сожалению, такое есть тоже. Потому что это тоже вопрос языка. Когда был 14 год, и уже началась, в принципе, такая... Но политика по отношению к Украине изменилась, наверное, в году я, наверное, неправильно скажу, если после помаранчевой революции не совсем верно будет это. Но почувствовалось уже с того момента, как-то, что Россия понимает, потихоньку начала понимать, что Украина будет проблемой. Что в Украине люди могут выйти, что украинцы могут организоваться и, в принципе, добиться, чего они хотят от власти, от чего бы ни было. И с тех пор начинается похолодание отношений между Россией и Украиной, потому что со стороны Украины особых таких проблем с Россией не было. Ну, были исторические аспекты, но прямой какой-то агрессии украинцев к россиянам не было, в принципе. И поэтому там было, конечно, инциденты с Керчью, когда там начали какие-то претензии территориальные не официально заявлять, а военным путем, тогда удалось этого избежать. Но из-за того, что потом началось движение в сторону отказа от русского языка, часть регионов, моих в том числе, появился в 2014 году закон языковой, что новости государственные в том числе, тем более, должны быть только на украинском языке. А новости это очень важный аспект гражданства, гражданских людей. В принципе, даже если человек говорит, я новости не читаю, он их читает. В любом случае, люди без новостей не могут жить. И проблема заключалась в том, что люди русскоязычных регионов, они не могли смотреть украинские новости. Ну, они их не понимали. Субтитров или были, или не было, это было все так по-разному. И часть регионов, в частности, Оесса, Харьковская область, в том числе, ну, больше всего это, конечно же, Крым и Донецк и Луганск, они смотрели большую часть российские новости. И там уже российские новости это полный бред. Уже войну разжигали уже тогда. И это вылилось в очень крупную проблему. Как я считаю, это была такая основополагающая проблема, почему в Донецке, в Луганске это все получилось, и в Крыму в том числе. Мы сейчас не берем военный аспект, конечно же, это просто один из факторов, почему так случилось. Это потому, что люди смотрели российские новости, потому что им так было удобно на русском языке. Русскоязычных новостей, к сожалению, было не так много, и с ними не то чтобы боролись, но по законодательству новости должны были быть на украинском языке. То есть это был такой небольшой просчет. Вопрос, я извиняюсь, перебью вас. Вот сейчас, как вы видите, больше людей вот там, где вы живете, переходят на украинскую мову? Или все-таки... Да, очень много. У меня родственники всю жизнь, ну, из Советского Союза всю жизнь говорили на русском, из русскоязычных регионов. Я, когда война началась, мне говорят, типа, были уже помехи с новостями, и по украинскому телевидению иногда включали «Россия-1», ну, короче, этот бред полный. И мне, там, бабушка и знакомые, которые постарше, типа, «А можешь прийти включить, короче, мне украинские новости, потому что у меня бред этот крутят уже?» Я говорю, типа, «Так ты ж украинский не понимаешь». Таня, ничего страшного, я что-то пойму, но эту фигню я смотреть не буду. То есть, уже даже в ущерб своему, как бы, комфорту, да, ну, понятно, война, но в ущерб своему комфорту люди начали осознавать, что новости это очень большое, сильное оружие против сознания людей, и начали массово отказываться. Плюс я знаю, что очень многие, в том числе я, очень многие украинцы очень хотят перейти на украинский, но это, на самом деле, достаточно сложно, хотя мне нравится, что обстановка к этому все больше и больше это не сложно, это просто нужно начать, и все. Это сложно, потому что это так кажется, что сложно, представляете, есть люди, которые приезжают в другие страны, не знают языка вообще, и там совершенно другая группа языковая, то есть нужно, я говорю, например, такие страны, как Япония, например, или Израиль, вообще слева направо, да, ну, если так разобраться, да, даже англоязычные страны, тем не менее, люди изучают языки, а есть люди, которые говорят на нескольких языках, и поэтому, а украинцы, им просто, ну, сама судьба дает такую возможность, чтобы именно познать полностью и узнать свою культуру, свои ценности этой нации, поэтому... Когда вы приезжаете в другую страну, вы осознаете, что в этой стране, допустим, Япония, да, вы приезжаете в Японию, и все говорят на японском, понятно, есть диалекты, различия, ну, в общем и целом, это один язык, а в Украине немножко по-другому, это одна страна и два языка, пусть они похожи, но один другого не поймет, по большому счету, в полном, может... Я думаю, что все украинцы, даже русскоговорящие, они все равно понимают украинскую мову, то есть, в большей или меньшей степени, может быть, на 95 процентов. Я вам дам пример такой, что в Соединенных Штатах Америки есть Нью-Йорк, и там есть такое место, которое называется Brighton Beach, да? Вы здесь? Да, да. Здесь, да, у меня просто подвисла почему-то картинка, вот. И вот там живут русскоязычные люди на Brighton Beach, они, многие из них не выезжают с этого места, они говорят только по-русски, там все магазины, вывески, аптеки и так дальше, все по-русски у них, да? Но я говорю именно про желание, да? Те люди, которые хотят что-то изменить и сделать, они делают, просто нужно что-то начинать делать. Если ничего не начинать делать, то ничего, конечно, не изменится. Но я хотел сказать о том, что вот Россия получила совершенно противоположное от того, что она хотела. Она хотела принести русский мир, а по сути, она для себя получила в этих регионах, которые были более-менее лояльны, да, лояльны к России, полное отчуждение и люди именно в этих регионах приняли первые страшные минуты, да, на себя. Я говорю, там, например, жители Мариуполя, да, да даже вот, ну, мы знаем, Восток, Харьковская область и так дальше. То есть, Восток Украины. И эти люди сегодня, эти люди сегодня ненавидят русский мир еще больше, скажем так, ну, может быть, не больше, но в такой же степени, скажем так же, как люди, например, из Львова. Так что ничего не получилось у России. Я думаю, что Украина станет все-таки общенациональным. Пример могу привести, наверное, Италию, военную Италию, потому что в Италии как раз была похожая ситуация, чуть-чуть другая, но похожая. Там же ж, до времен Второй мировой войны, там было очень много диалектов, очень много. То есть люди с юга, там, с Сицилии, да, какого-то, Калабрии не понимали север Италии вообще. Там был неапольский диалект, был венецкий диалект, там почти у каждого города был свой диалект практически. И именно война, то есть логистика ради войны подразумевала, что люди должны понимать друг друга. Язы, это оружие, вот мы приходим к тому, что язык, это в принципе, это является сегодня оружием, точно так же, как и ракеты, которые летят, танки и самолеты. Я считаю, хорошо, что есть, по сути, повод перейти всем украинцам на украинский язык, но, к сожалению, расстраивает то, что этот повод это такая кровопролитная, подлая, преступная и туристическая война. Это, конечно же, расстраивает. Немножечко не понимаю людей, которые ожидали, что война пройдет гладко, то есть там, без особых разрушений, но даже те, кто верили в победу Украины с первого дня, многие действительно считали, ну не многие, часть людей, наверное, правильно сказать, действительно верили в то, что Россия не настолько кристическая страна, не настолько кровожадная. Это знаете, какой тип людей? Вы правильно сказали слово верить. Слово верить и знать это разные понятия. Когда человек знает что-то, он знает наверняка. Когда верит, это может быть да, может быть нет. Эти люди хотели верить в что-то хорошее, потому что они себя ассоциируют как с человеком, им кажется, что у других людей тоже есть две руки, две ноги, голова и так дальше. Они могут говорить, что-то у них человеческое должно быть. А вот видите, как бывает, когда нация больна, а то же самое было, например, с той же Италией во время Второй мировой войны или Германии, Италию раньше вывели из войны. Именно каким образом? Пока нация не поняла, что она проиграла, то есть жители этой страны поняли, что мы являемся проигравшей стороной. В свое время, когда Советский Союз распался, Советский Союз проиграл в холодной войне. Единственное, что не было сделано, это полное признание вот этого проигрыша, покаяния, то есть полный запрет на все эти политические партии, там Советский Союз, там Ленин, Сталин и так дальше. Вот поэтому произошел этот реваншизм, как вы правильно сказали, потому что вот этот Путин, который получил, по сути, сказку о золотой рыбке, он из вора превратился в легального Рокфеллера, то есть так можно сказать, то есть он начинал всю свою карьеру в 90-х годах, получали гуманитарную помощь, потом они эту помощь продавали и набивали себе карманы. Они хотели кататься по заграницам, покупать себе дорогие машины, яхты, самолеты, ну условно говоря, и после этого, когда они все это получили, они сказали, вот мы сейчас все это получили, у нас есть там деньги, условно говоря, всего мира, а теперь мы хотим диктовать всем остальным, всему этому миру, от которого мы все это получили, свои какие-то условия и правила. Причем эти правила задаются непонятно, посмотрите, цели войны какие были. Сначала одно говорили, потом другое говорили, сейчас третье говорят, то мы не будем договариваться с Украиной, теперь мы хотим договариваться с Украиной, мы хотим, чтобы Зеленский говорил, а почему Зеленский не хочет, так вы же что сказали изначально? Вы пришли деноцификацию делать и демилитаризацию, по сути уничтожать нацию Украины, а кто вам даст это сделать? Поэтому вот так. Да, к сожалению, расклад дел на нынешний момент таков, ну, а что, нам ничего не остается, кроме как защищаться, обороняться. Возможно, если к тому моменту, как мне исполнится 18, война не закончится, мне 18 исполнится аж в мае, ну, то есть через полгода примерно, то... Ну, сейчас в армию Украину попасть сложно, в самом деле. Легче уехать из страны, будучи 18-летним человеком, нежели попасть в армию. Большие очереди, очень длительная подготовка, это не может не радовать нас. А вот кремлевские пропагандисты, наоборот, все хотят убежать, все украинцы сбегают, все уезжают, в армии некому служить, там людей... Ну, это откровенная, естественно, откровенная такая ложь, которую распространяют пропагандисты. Я, когда началась война, мои родители настояли на том, чтобы я покинул Украину, это случилось в начале марта, 8-го, по-моему, 6-го-8-го марта это случилось. Я был уже на территории Польши, потом переехал во Францию, потом в Италию, но суть не в этом. На данный момент я нахожусь в Украине снова, потому что я прожил период определенный в Европе, мне там не понравилось, и наблюдать за тем, как мою страну терзают российские ракеты за границей, намного сложнее, нежели быть там. Лично у меня, как бы это мои ощущения, мне было не по себе, потому что я чувствовал несправедливость по отношению к своим же согражданам. Почему я могу сидеть сейчас, пить капучино на берегу моря в Италии, а кто-то сидит сейчас в бомбоубежище, над ним летают ракеты. Мне это просто не давало покоя, потому что это несправедливо. Я собираюсь жить в Украине, я не собираюсь переезжать в Европу. Почему я должен сейчас не разделять ту боль, которую разделяют мои же сограждане? Потому что у нас цель-то одна, у нас цель победить. Я хочу жить с этим же человеком в этом же городе. Почему я сейчас нахожусь тут в безопасности, со светом, со связью, а он должен это за меня, по сути, терпеть. Я вам скажу, отвечу за взрослых. Когда ваши родители отправляют не только вас, вообще своих детей, за границу, но подальше от войны, они тем самым, помимо того, что они хотят обезопасить вас, они тем самым могут большее сделать внутри Украины. Потому что, когда ты находишься внутри Украины, ты должен заботиться о тех близких, которые тебя окружают, то у тебя не может быть полностью чистая голова. Ну, если так можно сказать, да, в кавычках. То есть ты постоянно должен думать про тех, кого ты любишь. А когда ты знаешь, что они в безопасности, вот тогда ты можешь принимать решение более правильное сразу, да, хладнокровное. И убирать эмоции в сторону, и руководствоваться уже здравым смыслом, и логикой, и именно военным положением, и так дальше. Поэтому это делают родители со своими детьми. Да, это понятно. Со стороны родителей, безусловно. Но это так. Со стороны ребенка я вам рассказываю. Нет, я понимаю. Нет, хорошо, спасибо большое. Хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Если нет, побегу дальше. Могу дать свой канал, пойдете, посмотрите. Можете написать название как раз? Я как раз один вопрос задаю. Многие украинцы очень лояльно относятся к США и очень благодарны им за поддержку, в принципе, и военную, и политическую, и экономическую. Я сразу сделаю скриншот. И за военную, и политическую. У меня такой вопрос к вам, как человек, который проживает в США. Понимают ли американцы, что, несмотря на то, что Америка могла бы этого не делать в год экономической ситуации, политической, нужно придумать много предлогов для того, чтобы не помогать Украине? Понимают ли американцы, что по факту Америка исполняет свой долг перед Украиной, заключенный в 1994 году согласно Будапештскому меморандуму, когда Россия и США и Британия заручились поддерживать Украину, сохранить ее территориальную целостность? Для американцев это помощь, потому что ущемляют молодую демократию в Европе и развязали войну? Или это помощь на основании того, что Америка не то, что обязана перед Украиной, договорилась с Украиной об этом заранее. И другого исхода быть, в принципе, не могло. Ну, смотрите, нужно исходить вот с самого начала, с чего все начиналось, да? Я просто начну свою лечь с этого. В свое время Джордж Буш приезжал, когда Советский Союз распался, он убеждал, чтобы Украина не выходила из состава России, чтобы она оставалась там. По духовам. И вот тогда те коммунисты, которые кричали «Бууууууу!» нет, то есть люди хотели выхода, хотели самоопределения и так дальше, да. Вот все, что сейчас происходит в Украине, в Соединенных Штатах Америки не воспринимают с позиции договоров. Понимают с позиции. Первое — это сострадание к людям, чистое сострадание к людям. Это я говорю про общество американское, не про правительство. Правительство, геополитика, она вообще очень сама по себе циничная. Там нет эмоций, потому что если там будут эмоции, можно очень много нехороших вещей сделать. Там идет прагматичность, логичность, там идет выстраивание какой-то концепции для того, чтобы если... То есть американское общество как строится? Вот именно корпорации большие, да, или правительство. Вот садится кабинет и начинается говорить о том, как нам сделать так, чтобы помочь и нашим национальным интересам, и молодой демократии Украины, потому что мы приносим демократию по миру, да, и мы хотим, чтобы вот эта планета, наша Земля, жила в мире, в добре, чтобы люди катались друг к другу в гости, чтобы шел рост технологий и так дальше, да. И вот они говорят, что нам нужно для этого сделать? И вот есть такая проблема сегодня, Российская Федерация, да, которая сегодня пытается уничтожить страну Украина. Они говорят, что мы можем делать? И вот здесь возникают вопросы. Что если вот этот вопрос, вот и по-английски, да, он определяет очень многое. И они берут самый хороший сценарий и самый плохой. И они свою вот эту всю прагматичность выстраивают на самом плохом сценарии. Вот все, что самое плохое может быть, что мы сделаем? Вот идет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому сегодня идет по нарастающей. Это знаете, как забрасывается на шею анаконды, она медленно-медленно начинает потихоньку душить. Вот это то, что происходит сегодня с Россией. Не сразу это делается. Вот по сути можно было сразу, да, там, так Россия привыкла. Она сразу колонны, она сразу бум, вот этим напором своим и все. И ничего, в конечном итоге ни к чему не приводит это. Потому что сегодняшнее время, оно другое. Сегодняшнее сознание российского человека, оно застряло еще в таких вот 19-20 век или даже 17 век в некоторых случаях. А Украина в своем сознании ушла вперед с демократией. Несмотря на то, что в Украине были куча проблем, и коррупция была, и агенты влияния были российские. Но Америка так не видит. Америка, когда начала полностью, начала полностью помогать Украине? Именно тогда, когда она поняла, что Украина 100%, вот 100% идет в сторону демократии. Потому что еще совсем, скажем так, до недавнего времени разные американские правительства, они смотрели на Украину, как вот есть Россия, есть привязка Украина к ней, да, в которой есть агенты влияния, где Россия может диктовать какие-то свои условия и давить на Украину. И Украина вынуждена соглашаться с этим. Были такие партии, как Медведчуки, да, и Америка, как она действует? Она дает демократии развиваться и пытается, ну не вмешивается, то есть она вмешивается, скажем, по-хорошему, но она не вмешивается в демократические процессы стран, вот как это делает Россия. И вот когда Украина поняла, что украинцы будут сражаться за свою независимость, что украинцы готовы отстаивать демократию, что Украина сегодня является передовой вот этой демократии, которая доходится в сегодняшнем мире, именно поэтому сегодня Америка так помогает Украине. Хотелось бы, конечно, чтобы еще больше. И общество американское, оно требует от правительства, чтобы это было больше, напористей и так дальше. Поэтому есть здесь две партии, демократы и республиканцы, они пытаются давить еще больше, чтобы была помощь. Сейчас демократы у власти, республиканцы пытаются давить, хотя есть какая-то часть общества среди республиканцев, которые говорят, больше не нужно помогать Украине и так дальше. Всё зависит от сознания человека. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу вот такой последней фразой, это в первую очередь сострадание к народу Украины, и это потому, что люди в Соединённых Штатах Америки, вот в большей своей степени, это очень хороший, добрый народ, которые видят, где зло, где добро, и где правда, и где ложь. И у меня ещё два вопроса, ну, таких небольших, на гонку просто можно не развернуто отвечать. Первый у меня вопрос будет касательно России. Первый вопрос — это насколько, с вашей стороны, велик шанс того, что Россия может распасться на несколько стран. Ну, сейчас условно говорим. И второй пункт этого же вопроса — если всё-таки такая вероятность есть, будет ли процесс, как был Советским Союзом, что США будет аккуратно разрезать Россию, чтобы не начались ядерные конфликты между этими субъектами в будущем? Потому что Россия — страна большая, вооружённая, а тем более с ядерным оружием. Это очень хороший вопрос, вы сейчас спросили. Смотрите, вообще строить аналитику по будущим каким-то сценариям сложно. Почему? Вот многие аналитики, они исходят из чего? Из того, что происходит на данный момент. Вот как оно всё сейчас движется. Если наблюдать и исходить из того, что происходит сейчас, то Украина постепенно возвращает свои территории. Вот когда она дойдёт до конца и освободит все свои территории, давайте возьмём вот это за основу, получили все свои территории. У Путина сейчас получается такой выбор. Он понимает, что проигранная война, именно проигрыш в войне откровенный, когда каждый россиянин будет говорить, мы проиграли. То есть ты не сможешь его обмануть никакой пропагандой. То есть будут каждый человек для себя понимать, что да, мы проиграли эту войну. А Украина на правах победителя, потому что победитель получает всё. Ну так за всю историю было. Если страна какая-то побеждает и выигрывает, да, скажем, то эта страна может диктовать что-то. Почему сегодня Украина говорит, мы хотим переговоров на тех условиях, которые мы предлагаем. А Россия говорит, нет, мы хотим давить на вас и будем ультиматумы вам ставить. Но ультиматумы всё меньше и меньше, и они постепенно заканчиваются. Так вот я к чему хочу сказать. К тому, что если Украина побеждает, внутри России начинаются обязательно, бесспорно, внутренние проблемы и процессы. Так как мы знаем, что в Украине есть, например, тот же легион свободной России, он называется, там, где воюют жители из России, да, то это эти же самые люди, которые начнут процессы какие-то внутри страны. Я так это вижу. Это может быть по-другому. Это может быть ковёрный какой-то заговор внутри страны. Это может быть, когда бунты начнутся, когда люди начнут что-то понимать и просто бунтовать. Они будут кричать, Путин, спаси нас, бить касками по асфальту и ещё что-то. Но тем не менее всё равно. И найдётся кто-то из властной структуры, который захочет это изменить и получить для себя власть. Такие люди есть всегда, в любом государстве. Это было за всю историю. Когда генералы летали из Советского Союза, в Соединённые Штаты договаривались, представьте себе картину. Есть такая группа людей, назовём эту группу X, мы не знаем, кто это, которые уже говорят с американцами, которые говорят, мы хотим это, 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 это. Им американцы говорят, мы вам поможем сделать вот это, вот это, вот это, если будет вот это, вот это, вот это. То есть, первое, это территориальная целостность Украины, она не должна трогаться. Это, как вы говорили с вами, демилитаризация России. Это полный запрет на все политические партии. Я условно говорю, да? И вот эти процессы будут постепенно-постепенно двигаться. Хотя я думаю, что сценарий будет, именно в какой-то момент может произойти военное столкновение внутри России, начнутся процессы, и постепенно начнутся отделения частей территории России. Вот как мне видится? Я понял. Я усыщил. И, кстати, так, просто догонку сейчас новость вышла, что ФБР объявили в розыск Пригожина. Смотрите, когда россияне говорят о том, что вот то, что объявили страной, поддерживающейся террористом, парламентская ассаблея, да, там ООН, Европарламент, это же рекомендатель, это же ничего не стоит. Нет. Я всегда привожу такой пример, это как стакан воды, да, вы по капельке капаете-капаете, в какой-то момент он все равно перельется. То же самое, оно дойдет время до того, когда все это признают, для всех будет понятно, что Россия это страна-террорист, и с ней нельзя не иметь никаких дел. Вот как есть Иран, как Северная Корея и так дальше, да. Сегодня люди в России кричат о том, что мы можем там без Америки и так дальше. Кстати, вот сегодня я смотрел только видео, сделали какой-то ролик, идет, значит, такая девушка с российским флагом, босиком по снегу, а за ней едут машины. И все эти машины импортного производства, это очень, им кажется, что они этим поднимают дух, а на самом деле это очень характеризует сегодняшнюю Россию. Вот в этом вся Россия. У вас, кроме снега и флага, да, и вот женщины босиком, которая идет, больше ничего нет. Вот все, что за ней стоит, это все уже не ваше. Оно вам не принадлежит. Весь мир сейчас, мировая глобализация, не обошла Россию стороной. В американских технологиях есть там украинские технологии или британские. Весь мир, он, грубо говоря, скооперирован. В каждой вещи есть что-то из другой страны. В этом же и заключается вся эта глобализация. И если какая-то страна выпадает из этого пакета, ну, если так сказать, это пакет, да, или с этой части глобального мира, то эта страна сразу становится изгоем, она проигрывает. Мы это можем видеть в сегодняшней Северной Корее. Вот это закрытая страна, да, где никто не хочет находиться. Туда люди едут только для того, чтобы посмотреть, как живут вот плохо там люди. Вот так, условно говоря. Они едут для того, чтобы там получить какое-то эстетическое удовольствие, да, увидеть что-то, узнать, показать другим и так дальше. Они показывают это как какую-то дичь. На нашей планете есть что-то такая, какая-то рана, да, которую мы хотим показать всему миру, вот посмотрите. Что-то. Что-что? Что-то необычное, чего нет нигде больше. Да, совершенно верно. Только показать вот это необычное. Хотя на самом деле жители из Северной Кореи пытаются убежать в Южную Корею. Этим все сказано. Южная Корея это часть вот этого цивилизованного мира, развитого, да, который дает технологии развития и так дальше. И все люди, включая россиян, которые сегодня кричат о том, что там Америка, там враги, там Европа и так дальше. Эти же все люди, они хотят жить, учиться, лечиться в Европе, в Америке, в Австралии, в Канаде и Южной Корее. И даже, наверное, открывать тему того, как влияние США и Советского Союза сказалось на странах. Мы видим Южную Корею, Северную Корею, мы видим, ну, с Китаем, Тайванем чуть-чуть сложнее. Мы видим сейчас Японию, как она после США выглядит на данный момент одна из передовых стран, как и Южная Корея. Германия тоже. И последний такой вопрос, как человек, который живет в США, как вы сейчас можете оценить отношения Америки с США с Китаем? Просто, на мой взгляд, они после встречи на G20, как по мне, не то чтобы договорились, скажем так, они нашли пути стыковки, у них появились общие идеи, общие, ну, не то чтобы цель, но общие мотивы, общие цели безопасности мира. И мне кажется, что они потеплели. Ну, это на мой взгляд. Как на ваш взгляд, вам виднее просто оттуда. Они не потеплели. Вот Соединенные Штаты с Китаем себя ведут так. Натянуть, чуть-чуть отпустить. Натянуть, чуть-чуть отпустить. Они не ведут себя с Китаем так, как с Россией. Почему? Потому что Китай еще не ведет себя так, как ведет себя Россия. Вот это так нагло, ноги на стол забросили и так дальше. Да? Вся китайская промышленность и все китайские технологии тоже вышли из западного мира. В свое время, с 90-х годов, когда шло это становление и России, и Китая, Россия воровала очень много. Путин, вся его бригада, делили между собой награбленное и делили все запасы всей таблицы Менделеева, которая находится на территории России. А Китай в это время что-то делал. Какие-то правильные шаги. Очень много молодежи ездило учиться в Соединенные Штаты, например, или Великобританию. А потом возвращались в Китай и пытались что-то создавать. Сегодня Китай понимает, что они не хотят находиться под санкциями, они не хотят быть изгоями, потому что они знают, к чему это может привести. Они понимают, что сегодняшняя вся система китайская, особенно сейчас в реал-эстете, там идет чуть ли не коллап, когда уже построены почти какие-то центры, они сейчас должны быть остановлены, заморожены и так дальше. Нет возможности это финансировать и так дальше. Поэтому Китай пытается договариваться с Соединенными Штатами, показывая остальному миру. Ребята, смотрите, вот есть Соединенные Штаты, да, это такой большой гегемон, но вот мы здесь тоже рядом с Китаем, тоже рядом с Соединенными Штатами. Поэтому вы, американцы, тоже нас как бы принимаете, что мы вот тоже такие вот большие. Мы... А как же китайцы назвали? Они биополярный мир назвали, они не назвали его многополярным, как это хочет Россия. Это ж Путин заявлял о том, что вы привыкаете, уже многополярный мир. Какой многополярный мир? Если Россия это полтора процента мирового ВВП и по сути из себя ничего не представляет. А Китая нет. Поэтому люди, вот например, в Соединенных Штатах, вот они живут, строят, пытаются создавать что-то. А жители Китая сегодняшнего, да, это те люди, которые узнали что-то, что раньше они не знали, до того, как они попали в эту западную систему. Вы смотрите, что именно объединяет сегодняшнюю Россию и Китай? Это две страны, которым позволили, позволил западный мир войти в эту систему. Не Америка вошла в Китай, а Китай вошел в Америку. Ну, если условно говоря так. И не только в Америку, я говорю про весь развитый мир. То есть Франция, Германия, западные страны, Япония, Южная Корея и так дальше. А сегодняшний Тайвань, это вот как я это вижу, это тот центр того Китая, почему американцы говорят, что Тайвань, да, Китай. Что это тот центр того Китая, который станет постепенно демократическим. Это то, что хочет сегодня весь цивилизованный мир. Потому что понимаешь, что демократия, она несет развитие технологий и дружбу между странами. А как это проверяется? Это проверяется тем, что Великобритания в свое время воевала с Соединенными Штатами, Германия воевала практически со всем миром, а сегодня эти страны дружат между собой, не воюют, путешествуют, помогают одни другим, находятся в одних союзах и создают технологии. Понимаете? И поэтому, когда другие страны к ним подсоединяются, к этим союзам, то эти страны постепенно через какое-то время становятся тоже такими же странами. Они тоже начинают давать что-то этому миру хорошее. Это самое главное. Плюс, наверное, зависимость экономики Китая. Ну, поскольку, если западная часть мира такая ситуация произойдет, что им необходимо будет ввести санкции против Китая, то это хоть и вызовет глобальные проблемы в мире, но это не ресурсные проблемы, как с Россией. Это будет, даже если, вот ты представь себе, Китай, вычеркиваем из мира, вот общего, да, оно немножко потрясет, немножко, да, потом постепенно сбалансируется, а потом все равно оно станет. Это уже было. Это уже мир показывал. Россия и Советский Союз были вне этого мира, и этот мир развивался и жил. А вот эти страны, Россия и Китай, захотели примкнуть к этому миру и стать частью этого глобального мира с развитием этих технологий. Поэтому все это уже было. Это можно посмотреть по этой истории. А сегодняшняя Россия пытается показать всем, что вот мы сейчас хотим изменений вот этой глобальной системы, мы хотим быть, вот, например, то есть Соединенные Штаты, Китай, Россия, да, вот эти три страны должны являться вот этими вот гегемонами и решать судьбу всему миру. А Соединенные Штаты показывают, что это не так. Причем, обратите внимание, сегодня Украина путем жизни своих лучших людей, да, и путем всей вот этой системе, которая сегодня есть в украинском обществе, когда консолидировались, люди консолидировались и помогают один другому. Соединенные Штаты помогают Украине оружием, но если вы посмотрите, да, у Украины нет сегодня еще кораблей, нет самолетов, западных, танков нет, правильно, то есть, по сути говоря, с одним процентом вот этой западной помощи, которую получает Украина, Украина отбрасывает Россию, посмотрите, какими шагами, за пределы своих территорий. Россия показывает, вы представляете, что из себя представляет НАТО? Вы с Украиной не можете справиться, вы не можете справиться с тем оружием, с которым воюет Украина с вами. По сути, Украина сегодня, Россия с тобой заявляет, как мы там, космическая и там, держава, в которой есть корабли, да, страна, в которой есть морской флот, морской флот проигрывает стране, у которого, по сути, этого флота нет. Понимаете, как и весь мир это смотрит, и поэтому восхищаются украинцами. Понимаете, вот с этим, с тем оружием, которое сегодня есть, поэтому пробуем, чтобы у Украины больше оружия, чтобы она получила для себя. Я считаю, что Атак МС Украина должна получать даже для вот этого паритета и даже для того, чтобы Россия знала, что у Украины оно есть. Правильно говорят в Украине, что даже если мы не будем стрелять по ним, но они будут знать, что оно у нас есть, уже это будет огромной, огромной большой пользой для сегодняшней Украины. Поэтому я считаю, что Украина должна получать все и самолеты, и танки, чтобы Россия знала, что эта страна защитит себя, а также сегодня эта страна защищает и остальной цивилизованной. Лично мое мнение, что если у России будет на столе ультиматум от Украины, что ракетный удар по Киеву — это ракетный удар по Москве, по Днепру, по Питеру, по Харькову — это по Казани и другие города, то ракетные обстрелы, во-первых, могут или вообще прекратиться, или снизиться до минимума. И вот такой последний, наверное, завершающий вопрос, не особо большой, просто ваше мнение. Недавно был инцидент с Польшей, о котором все знают, и чисто позиция украинцев, в моем окружении, во всяком случае, многие украинцы считают, что это НАТО сдерживает саму себя от прямого конфликта с Россией, хоть украинцы понимают, ну, с нашей стороны, да, НАТО не хочет воевать с Россией. Почему из-за одного диктатора должны погибнуть люди из Германии, из США, из других стран, которые, по сути, к конфликту ни при чем? И вот такой вопрос. Действительно ли вы считаете, что это украинская ракета, или же все-таки это способ как-то избежать всеми путями прямого столкновения НАТО и России, чего не хочет, в принципе, ни один мир, и даже многие украинцы, потому что, понятно, нам будет намного проще и легче, но это уже вопрос к гражданам США и гражданам другим, почему они должны тоже умирать. Вот такой вопрос. Вот мы возвращаемся к той теме, о которой я говорил раньше. Американцы все уже это просчитывали. У них уже было это, что если. А вот что если будет, если ракета будет туда? А что будет, если вот украинцы собьют российскую ракету на территории какой-то страны? Все это уже просчитано. И американцы действуют строго по тому графику, который они себе сами и составили. Поэтому вот я считаю, что это правильное заявление было. Не в зависимости от того, украинская эта ракета упала, в смысле сбила ПВО, либо российская ракета упала. Вся ответственность и вина, и преступление лежит на совести России. Американцы заявили изначально, что мы не будем воевать, но мы будем Украине помогать. Вот они точно действуют вот этому своему заявлению. Вот все, что говорят, то и делают. Если бы не сказали, вот мы в какой-то момент будем. Вот как сейчас американцы говорят, если только посмеете использовать ядерное или химическое какое-то оружие, даже тактическое, то вы получите вот это, вот это, вот это. Причем я уверен, что по каким-то закрытым каналам совершенно по-другому разговаривают с россиянами. Им дают точные, не сигнальчики, да, и не что-то такое абстрактное. А им конкретно говорят, ребята, вот это, вот это, вот это вы делать не будете. Если вы это сделаете, то получите вот это. И те говорят, поэтому... Ультиматур. Своего рода ультиматур. Поэтому россияне сегодня, если вы обратили внимание, они уже с этим ядерным оружием немножко поутихли, скажем так, поменьше стали. Потому что они с каждого утюга они кричали об этом, а сегодня уже не так. Поэтому я считаю, что должно быть расследование, должны быть дать четкие оценки, причем расследование должно быть вне зависимости, как и поляки должны в этом участвовать, и украинцы должны участвовать, и независимые, например, из Европы, скажем, криминалисты, люди, которые занимаются военной доктриной, должны в этом участвовать. И дать точную оценку. При этом они должны сказать, например, если это сделала Россия, значит, вы ответственны за это, это еще одно военное преступление, за которое вы будете нести ответственность. Если это, скажем, сбило украинское ПВО, это все равно лежит ответственность на России, потому что Россия говорит Украине, не стреляйте что ли по нашим ракетам, тогда эта ракета упадет куда? Откуда мы знаем, куда вы целитесь? То есть вы запускаете ракеты по гражданским объектам, по разным, хотя бы кричите, потому что ваши так называемые высокоточные ракеты, они не высокоточные никакие, они летят и могут пасть куда угодно. Потому что как летают российские ракеты, мы видели много видеороликов, когда взлетает ракета, а потом сама себя же и падает на то же место, откуда она взлетала. Поэтому я считаю, что при любых раскладах это вина России, что бы ни было. Да, ну, тут безусловно. Вот, что бы еще такого? Наверное, из вопроса все. Надеюсь, что после войны снова побываю в США. Я там был один раз. Не то, чтобы мне прям очень понравилось, скажу честно. Я был в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Штат Калифорния, в Лос-Анджелесе. Был на пицце Санта-Моника, сидел. Смешанные чувства. Мне кажется, самая большая проблема людей, которые едут в США, наимая в том числе, это немножечко завышенные ожидания от США, потому что, когда мы летим в США, многие представляют, что это, типа, Юпитер какой-то, Марс, что там вообще все по-другому. Нет, это такая же страна, как и многие, и фундаментально она другая, но на показ это не всегда легко увидеть. Но в любом случае, мне там очень понравилось. Я как-то выходил из магазина, там погоня за полицейской погоней с вертолетами. Я думаю, как в фильме каком-то выглядит все, прям как в голливудских ботбастерах. Еще очень важно, кто вас встречает в США, какие места вы посещаете. Потому что Америка – это страна городов и районов. Если вы, например, были бы, я не знал, ли вы были в такое место недалеко от Лос-Анджелеса, называется Thousand Oaks. Не знали, вы были там? Честно, я был достаточно давно, поэтому я не вспомнил. То есть, или, например, пляж там, где Малибу, да, есть разные места, и Америка, она разная. И бесспорно, в Америке есть свои какие-то проблемы, но это действительно свободная демократическая страна. Это страна с возможностями, и это доказывает то, что мы сегодня видим вокруг нас, то, что нас окружает технологией, и те люди, которые сегодня есть, и те корпорации, которые сегодня есть. То есть, самые топовые корпорации – это американские. То есть, я говорю, там, Apple, Amazon, Google, да, и так дальше. То есть, все эти, это только те, которые много людей знают их, а есть еще очень много, которые делают лекарства разные, да, разрабатывают разные, скажем, там, протезы, разные всякие какие-то вещи, которые помогают нашему окружающему миру, да, и так дальше. Поэтому эта страна удивительная, прекрасная, хорошая страна, оптимальная, но со своими какими-то проблемами, безусловно. У каждой страны есть свои изъяны, аспекты, не всегда плохие даже, поэтому. И единственный аспект, который мне не нравится в США, наверное, ну, вот так, критично, это их отношение к ЛГБТ и толерантность. Мне кажется, ну, это просто с моей стороны, вот я как житель Украины, у нас к меньшинствам и к темнокожим людям, там, азиатам, относятся спокойно, нам не холодно, не жарко. Есть общеустановленные правила, им следуют, ну, просто все. А в США, ну, по моему мнению, есть очень большой перегиб в сторону того, что их нужно как-то защищать, оберегать. Хотя у них прав больше, чем в США нет нигде, но их все равно в США нужно еще больше поддерживать. И для меня это просто не то, что я против или за, мне, честно говоря, все равно, это другая страна, не моя. Я думаю, там без меня разберутся, как действовать. Но я вам скажу сейчас, почему это происходит. Здесь, в Соединенных Штатах, почему это такая страна демократическая? Потому что здесь одна часть общества поддерживает другую часть общества. А та часть общества, да, обратно возвращает и поддерживает эту. То есть права человека играют очень большую роль. Хотя здесь есть в Соединенных Штатах люди, которые, например, не поддерживают очень, скажем так, яростно, да, ЛГБТ и так дальше. Но, тем не менее, вот сама вся система, вот эта оптимальная. Вот я живу в Штатах Аризона, да, например. Мне, чтобы там, условно говоря, найти ЛГБТ там и так дальше, мне нужно хорошо постараться. Выйти, погулять, пройтись куда-то, сдать точное место, там какие-то клубы и так дальше. Этого нет здесь. Это не то, что пропагандирует, скажем, Россия. И очень часто, кстати, жители постсоветского пространства, они смотрят именно с той позиции, что вот если у нас не так, а там очень сильно открытие это, да, то это плохо. Но, тем не менее, сама система, она определяет и показывает, что хорошо, а что плохо. И американские союзы, это те союзы, в которые другие страны хотят вступать, скажем так. А вот российские союзы нет. Если бы, скажем так, если бы вы пожили какое-то время в Соединенных Штатах, не как турист, а вот именно пожили, вы бы точно понимали, о чем я говорю. Здесь нет того, вот то, что вы сказали, что вот слишком много или слишком мало, нет такого много и мало. Есть права человека, или они поддерживаются, эти права человека, либо нет. В Америке эти права поддерживаются. Поэтому каждый человек перед законом равен, что ты полицейский, что ты какой-то другой специальности, что ты, ну, не депутатский у нас, скажем так, где такого, да, там, Конгресс, Сенат и так дальше. То есть все равны перед законом. При этом права человека играют огромную-огромную роль. Ну, нет, я полностью поддерживаю. Мое отношение к меньшинству можно, наверное, охарактеризовать, как сказал однажды президент Украины нынешний Зеленский. Он говорит, типа, да оставьте вы их уже в покое. Нравится, не нравится, какая вам вообще разница? Они живут по тем же законам, что и вы. Никакой разницы абсолютно нет. Единственное, что действительно есть, это не то, что негатив, не знаю, как правильно выразить, но, то есть в личной беседе темнокожего человека спокойно могут, типа, там, назвать негром или как-то пошутить черным юмором. Но при этом негативного отношения к этим людям нет. То есть, ну, я не считаю, что это плохо. В открытую их там никто не унижает, во всяком случае, в моем городе. Очень много темнокожих из бедных стран приезжает в Украину за обучением. Потому что у нас обучение и образование, в принципе, на конкурентном уровне, как я считаю. То, ну, не знаю, мне просто так привычнее, наверное, как вы уже выразили, что в США так принято. Если бы я там пожил, я бы, возможно, понял. Я там, к сожалению, был только как турист. Это вот про ситуацию в Украине относительно их. Как бы тут всем немножечко все равно. Сейчас из-за войны тем более. Но и было, в принципе, всем все равно. Ты там азиат, ты на коже, и всем все равно. Да, тебя могут назвать желтым или негром в личной беседе. Но в открытую тебе никто никогда не скажет. Едь домой, что ты тут забыл. Едь там в Африку. Никаких шуток в адрес этих людей. А в открытую никогда я не слышал. Я уверен, в принципе, очень охраниченное количество. Поэтому я, кстати, хотел еще так вдогонку сказать, касательно образования. Я когда поступал в университет, мне просто стала интересна эта ситуация. И я для себя открыл, что в Украине порядка 600 с чем-то вузов. Ну, примерно, высших учебных заведений. В сравнении с Россией, в России на данный момент действует около 800. У них население в 3-4 раза больше. И настолько непропорциональное количество заведений. России нужны силовики, военные и полиция, чтобы охранять вот этого царя и его окружение. Ну, если так примитивно сказать. И послушный народ. Ведь послужным народом намного проще, чем человеком, который умеет мыслить, думать, анализировать, составлять 2 плюс 2. И смотреть на то, что происходит не так, как ему показывает телевизор, а сомневаться, проверять и думать. Да. Ну, я просто понимал, что так там есть. Но я не думал, что разница, разрыв настолько огромен. Ну, я подозревал, что так. Кто-то говорил так, страна воров и вертухаев. Ну, это утрировано, конечно. Там в России есть грамотные, скажем так, умные люди, но вот эта масса постсоветская, она такая пропитанная. Сегодня даже те люди, которые являются миллионерами, полностью зависят от западных всех технологий и так дальше, ну, просто откровенно лгут с экранов телевизоров. говорят о том, что там запад загнивает, там доллар ничем не подкреплен, ну, весь этот бред. То, что они говорят еще с Советского Союза там, что скоро развалится и так дальше. Да, я помню вырезки, документальные фильмы из советских новостей, где они говорили про то, что Америка скоро распадется, и это было там, ну, в период Холодной войны, это с периода, с 50-х до развала Советского Союза. Просто со дня на день твердили о том, что Советский Союз распадется. Ну, спасибо, было приятно услышать вас, ваше мнение и ответы на мои вопросы. Надеюсь, вам также было приятно услышать мое мнение о ситуации на данный момент. Нет, спасибо большое, потому что вы, во-первых, вот молодой человек, даже в каких-то вещах, если вы где-то что-то сомневаетесь, у вас еще есть время, вы все это наверстаете. Вы думающий парень, сразу скажу, и поэтому мне было очень приятно с вами пообщаться. Я уверен, что вы все правильно, правильно для себя решите и предприняете, и сделаете в своей жизни. А будущее в Украине, как бы это ни было. Так и есть, вы будущее Украины, так и есть. Спасибо большое, слава Украине. Стараемся. Ну, вот такой диалог, друзья. Не убавить, не прибавить. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok